Нельзя сказать о Андрею Вознесенскому, понимаете, потому что он подлостей достаточного многоделал и людям с этим митрополем дурацким, который он строил, и Беллу, с которой и когда Женя приехал и узнал об этом все, он ему строил грандиозный скандал, сказал, зачем ты ее трогаешь, у нее двое детей. Ей нужно работать, кормить их, а ты понимаешь, что ты занимаешься чем. Ты в это время сам схватываешь себе государственную премию, все, а всех их запрещают. И когда я Жене задала вопрос относительно того, что ну а ты сам как, вот ведь ты-то случайно туда, наверное, не попал, и говорю я Жене, почему ты так думаешь? Я бы никогда вообще на это не согласился, я говорю, потому что у тебя не было, а они тебе не решились этому сказать, понимаете, какое дело, предложить тебе, ты поэтому сказал. Ведь они же, ну после этого и после других каких-то новых случаев, ты расходить на два, на три года совершенно без всех вообще нет. Хотя в дни, допустим, 63-го года, когда уже не были крупные неприятности с этой автобиографией, крупные. Да, и из Хрущев этот и все было. Да, понимаете, это было очень сложное время, и больше того, скажу, что для меня, но и для нас вообще было сложно. В это время у меня дочка поступила в театральное училище при Малом театре. И руководитель курса говорил, Лена, не читай, пожалуйста, газет. Что все газеты ведь, собственно, выступили такими на него привками. Силы нет, ведь у меня ни один инженер, совершенно случайно, принялся одну книжку из-за редакции «Комсомольская правда». Да, я ее видел. Вы видели эту книжку, которая выпущена была в «Комсомольской правда». Да, я видел. Там письма читателей и статья «Куда ведет Христок». Я должна сказать, что это страшно. Он мне принес, я его совершенно не знала, я пришел туда на Мещанск и говорит, я хочу вам оставить вот эту книжку, пусть она у вас приезжает. Это очень хорошая книжка. Она вам когда-нибудь сыграет. Вот он принес мне. Ведь это же действительно нужно пережить. Потом, ведь не забудьте, что сколько звонков было мне со всех городов ночью и днем, кто не звонил, кто говорит, он повесился, кто вот застрелился, кто что его забрали. Вообще, понимаете, этого же вообще не было. А сам он уехал? А его не было, он был отсутствовал. Он же был в это время, пока он не доехал, он же был в Германии, а потом переехал во Францию. И пока он с Франции, Франция напечатала эту автобиографию, пока он не доехал домой, вот эти все события нагнетались и нагнетались. Больше того, я вам должна сказать, что и поведение наших товарищей, очень ответственных, было тоже совершенно недопустимо. Я сейчас объясню вам. Потому что мне бесконечно, во-первых, ко мне первое, что мне принесли письмо, принес Сергей, сейчас скажу, Преображенский из юности, он был заместителем Полевого, принес письмо Полевого, которое у меня до сих пор хранится, в котором Полевой просит меня, чтобы я уговорила Женю подать заявление о выходе его из состава редколлегии. Сергей Николаевич, я с ним знакома была, вот когда во время войны я пришла в ВГКО работать, он у нас был управляющим ВГКО тогда, и я его знала по ВГКО. Он поэтому пришел ко мне по-хорошему, и начал мне... А это как расшифровывается, вот это ВГКО? Всесоюзное гастрольно-концертное объединение, это было до войны она так называлась. Вот. И понимаете, какое дело? Он пришел и говорит, Зинаида Малавровна, давайте уговорите Женю Пусина. Я ему говорю, Сергей Леонидович, вы что смеетесь? Вы же ввели в состав редколлегии Женю тогда, когда был он на Кубе с Калатозовым. Вы же не спрашивали его согласия. Вот и выводите без него, почему он должен подавать заявление? Вы сделали, вы выводите его из состава. А я уговариваю даже не буду, я считаю, что это... Теперь. Поведение нашего руководства и Хрущева, значит... Тогда, во-первых, в ЦК работал Черноуцан. Который тоже звонил, значит, не по поводу того, что вот, Евгений Александрович, настраивает его жена... Ну, Шаллигер, вроде, сейчас. Да. Его жена, Галина Семеновна тогда была, значит, бывшая жена, она выполнила, что вот она на него очень плохое влияние оказала. Вот, понимаете, какое дело вы должны... Я говорю, я не знаю этого и не собираюсь, чтобы он ее оставил. Я не собираюсь в это вмешиваться. Он взрослый человек, пусть решает свои вопросы. Я не могу сойти сам, без моего участия. Во-вторых, если вам в ЦК что-то от меня нужно, я же всем партию, вы меня, пожалуйста, вызовите к себе. Я вам, так сказать, расскажу все то, что я по этому поводу знаю и что... Но я только могу сказать, что изменником Родины он никогда не будет. Вот за это я вам вручаюсь своей головой. Понимаете, так как я в свое время вручалась, что мой отец никогда им не был, и все-таки это было доказано, и он был реабилитирован. Он был восстановлен в партии, он был член партии 17-го года. Так что, понимаете, и орденов имел достаточное количество, все, другого просто человека не вернешь. Но я это делала не для себя. У меня уже это был пройденный этап. Я делала это для своих детей, чтобы это на них не оказало никакого времени. Но я знаю, что они воспитаны в таком виде, что я при этом не участвую. Вот такой у нас был разговор. Понимаете, какой? Теперь. Вот такие еще сложные моменты. Да. Теперь, значит, когда Женя приехал, он пришел ко мне и говорит, «Мам, ты мне никаких вопросов по автобиографии сейчас не задавай». Я попросил, написал письмо там, когда уже ехал, чтобы мне прислали мой экземпляр автобиографии. Вот когда мне его пришлют, ты прочитаешь, а потом мы с тобой побеседуем. Я говорю, хорошо. И на этом все. Когда он получил эту автобиографию, он эту автобиографию отнес Хрущеву. И через несколько дней Хрущев его вызвал и сказал, «А я, собственно, не знаю, Евгений Александрович. А что тут? Тут же ничего нет такого. Почему-то». Тогда мне Женя сказала, я ему сказала, «Позвольте». Михаил Александрович, «А почему же вы тогда…» «Никита Сергеевич, почему вы тогда…» «Меня ввели в заблуждение». Он говорит, «А не надо, что вы вас ввели в заблуждение. Вы должны сами проверить и поинтересоваться. Что же вы доверяете? Значит, какие же вас люди окружают, если они вас ввели в заблуждение, а меня в это время ославили на весь мир?» «Что же вы мне со мной это делаете?» Вот такое произведение. Больше того, после этого всего инцидента, они в шестьдесят… на встрече шестьдесят четвертого года были приглашены в Кремль встречать Новый год вместе с его женой. Когда это вся вот эта вот… Галя Матья тянулась, Женя уже приехал сюда, пока это все… Я не говорю о том, что у нас замучили звонки, больше стало. Женя в это время ведь получил квартиру в амбулаторном перевелке. Женя не выходил на улицу вообще. А вот они жили на шестом этаже. Вот с шестого этажа под самый выход из подъезда сидели люди на лестнице. Это было страшно смотреть, поверьте мне. Сидели люди, которые охраняли его. То есть… А вот что, значит… Просто простые люди, вот со всех городов. Они приезжали и сидели. И когда я шла туда, а я приходила туда до работы иногда, то я их спрашиваю… Первый раз, когда я увидела, я спросила, а что вы здесь делаете, что такое? А мы, говорит, охраняем Тушенко. Потому что его забирать, его заберут. Вот так, понимаешь, эти люди так переживали все это. Женя не выходил месяц вообще из квартиры. Он открывал ночью окна. Причем окна у него выходили там, на институт Яковлевский. Понимаете? Вот так. В один из таких дней… Уж днем как-то я приехала, то ли это был воскресный день, приезжаю я в отню. Вхожу у них там две комнаты, одна побольшая. Значит, сидит на полу Женя, разбирает магнитофон, что с магнитофоном будет, хотя в технике он полнит бурак, просто он ничего вообще не разбирает. Сидит Андрюшка Вознесенский. Я пришла и говорит, ну здрасте, здрасте. Мудрячком туда к ним. Я говорю, ну как дела? Ничего. Вот видишь, что я там за меня… Я говорю, я вижу только это жить. Тебя к магнитофоном… Колотозов сейчас к технике стал, когда ты поехал, он увлекается магнитофоном, и он тебе на это надо. Вот ты сидишь, колупаешься. Я говорю, ну а вообще делать то, что мы будем? Говорю им так, по жизни, как говорят. А мне говорит Андрюшка Вознесенский, что Зинаида Ромаловна? Я ничего. Брошу писать стихи, потому что не печатают, есть запрет на них на всех. «Так я пойду строительную работу. Я же кончила архитектурный институт». Говорит он мне. Я говорю, да. Ну это, конечно, специальность хорошая, ты можешь работать, говорю я Андрею. Ну я говорю, а ты, сын, что собираешься делать? У тебя-то никакой специальности нет. А вот так это спокойно… А я пойду работать шофером в такси. Я говорю, да? Надо, чтоб тебя еще взяли в такси. Ты напрасно на это надеешься, говорю я. Ты уж не думай, что Советский Союз такой идиот и дурак, чтоб они еще раз себя опозорили. Как они это допустят, чтоб ты пошел таксистом работать? Ты что, а что тебе будет делать за границей? Ведь они же нас опозорят так, что мы не знаем. Я говорю, ты вспомни, как приезжали эти самые из Таймс из Америки снимать мою квартиру, говорю, так я была поражена тем, что попались хорошие люди, то есть хорошо настроены к Советскому Союзу, что они так сняли нашу квартиру, как будто мы живем прямо в замечательном виде. А все это было прикрыто настолько, что уже знаете, потому что действительно же мы жили в Большом Морде. Все же разваливалось войти невозможно, но был такой корреспондент, он сейчас, кстати, здесь в американском пособии, я вам должна сказать, что я поразила. Тайм, наверное, тайм. Да, тайм, да. Вот когда снимали, там такие фотографии, как будто бы я прямо, знаете, во всяком случае зажиточный человек. Вот. Поэтому я говорю, что это все вообще чепуха. Я говорю, ничего, ты будешь писать в тихи только. Ты вот сейчас все-таки пиши, работай, не оставляй. Что же теперь делать? В следующий раз я говорю, вот как, видишь, как, я говорю, бывает, ведь все как-то по-разному-то поступает. Идет жизнь-то. Она берет и что-то такое перекладывает. Да. Дает стать такие препоны, что неизвестно. Ну, ты его же потом в Америку послали, сразу же после этого, несмотря на это. Он же поехал еще, по-моему, два раза даже подряд. Да. Вот я о чем и говорю. А в 64-м, наверное, поехал или в 63-м тоже? А когда мне рассказывали наши актеры, эстрадники, которые были сняты, когда он был там как раз в Америке, и один наш актер, заслуженный артист, такой Догин Фокшник, он сейчас уже умер, он мне рассказывал. Он приехал оттуда и говорит, «Зина, ты не представляешь себе. Я был в Америке, и в это время Женя был там. Если бы ты видела, как его встречали, какие скороты, что вообще делалось, ты бы, говорит, умерла, просто сказал. Ты бы, говорит, умерла, ты бы этого не выдержал». Я говорю, «Ну что-то уж не Женя такая слабоседная». «Да ведь это я, говорит, я. Я сторонний человек, как ты с ними маялась, с этими своими детьми. Поэтому я это не мог, я плакала. А ты бы точно неизвестно в каком состоянии. Вы понимаете, какое дело? Ведь все эти поездки, которые он совершал и совершает Дольсфур, я ведь его и сейчас ему говорю, что очень много и не надо. И ездить не надо, уже хватит. Я просто ему говорю, хватит. Вроде он сейчас так и говорит, что вроде прекратил. Вот сейчас он прекратил. Я уже сказала, довольна, довольна. Я не могу этого уже пережить, потому что ты уезжаешь, и ты не думаешь, что мне очень спокойно от того, что ты уехал. Конечно, я знаю только одно, что ты никогда не останешься. Вот это я знаю. Что сам лично, если только никакая провокация, ты не останешься за это, я ручаюсь вот головой. Но понимаете, какое дело? Это все тяжело и сложно. Не говоря о том, что он, во-первых, истрепал себе нервы на всем этом, потому что он сейчас где-то с густок всего, потому что он уже не может где-то себя сдерживать так. Ведь молодость – молодость, а уже когда идут года, уже так тоже, я ему говорю, ты тоже об этом думаешь, что ты еще не мальчик теперь. Уж какие-то вещи ты можешь относиться так равнодушно и спокойно. То есть тебе кажется, что все можно. К сожалению, жизнь такая попала в такую эпоху. Конечно, трудно. Конечно, трудно. А вот были случаи, вот вы помните, что вот, ну, явно уж какая-то несправедливость по отношению к нему? Ну, совершенно вопиющая какая-то. Господи, Боже, сколько! Никак. А это история с тем самым пленумом Союза, когда вот он приехал после автобиографии. Вы знаете эту историю? Ну, я знаю про этот пленум. Автобиография была уже после встречи с Хрущевым. Ведь встреча с Хрущевым была в марте. А это я не помню. И до, и после. Потому что Хрущев же его там поливал на эти встречи тоже. Нет, не Хрущев. Там поливал его с Михалковом. У меня есть запись этого пленума. Михалков? А, на пленуме. На пленуме. На пленуме. Союза писателей. Там его поливал Михалков. А вот сейчас они рядом сидели на секретаре эти в среду все шукали. Да. Вот Михалков кричал на него. За сколько долларов ты продался? Это было что-то страшное. Мне принесли пленку этого заседания и сказали. Зенея Ермолаевна, вот берегите эту пленку. Ну так надо воспользоваться ей. Нет, вот я вам рассказываю. Поэтому у меня она есть. Ну надо обязательно ей воспользоваться. Она у меня есть. Что там говорилось про Женя. Пожалуйста, я не знаю, у нас можно на наших техниках, которые у нас есть проиграть ее послушать. Куда? Во всяком случае. Да, во всяком случае это нужно сделать. Но я вам хочу сказать. После этого Женя пять лет вообще не подавал руки Михалкову. Совершенно. Угу. И когда я сказала своей приятельнице, которая выросла вместе с Михалковым, она его очень хорошо знает, я ей сказала, Вер, все-таки какой? Сережа, гадкий. Зачем он так? И вот когда снимался, когда вот этот фильм, когда выступил Андрон Михалков, он мне напомнил отца. Почему я говорю, боже мой, я была в ужасе от всего этого. И до сих пор я считаю, что поддонник первостепенный Андрон. Насколько Никита порядочный и настоящий человек, то это поддонник. Самый настоящий. Что бы там, как бы его не спасали и как бы его не вызвали, и что Наталья Кончаловская ездила и все, но он поддонник. Понимаете, какое дело? Это ведь, это, наверное, тоже, ну, вырожденное где-то. Угу. Понимаете, что так поступают люди, не могут. Угу. Безознавать. Но это не, это передается каким-то, может быть, генами, но не… Хорошо бы это переписать эту… Потому что, знаете, в чем бы не напомнить трюку. И письмо Полевого тоже, это очень интересная штука. Такая деталь, о времени много говорит. Вот, понимаете, как… Письмо Полевого у вас тоже есть, да? Тоже есть, да, конечно. Я его не отдала. Нет, давайте. А я и сказала, не отдам. Он после этого еще сам Полевой мне звонил. Письмо хотела заводить? Да. Что, отдайте тебе, наверное, письмо. Я говорю, нет. Вот. И еще один случай, который, вот и говорите, такая неструдность, еще я могу вам назвать один случай. Не знаю, Женя рассказывал вам или не рассказывал, когда был напечатан «Бабий Яр» в литературной газете. Он был снят «Косолапов». Да. Женя очень этим возмущался, и он чуть не звонил в ЦК, что вы меня можете наказать за то, что я написал это стихотворение. Но зачем вы «Косолапово»? Угу. Угу. Ну, с ними кто на это тем не стал беседовать, тогда Женя решил поехать искать защитника. Угу. 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 Когда он приехал из Вешенска, он пришел ко мне и сказал «Мама, если бы кто-нибудь мне сказал о том, что у нас существуют такие помещики, как Шолохов, я бы не поверила». Угу. 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 Он ему отказал и сказал, что он этим заниматься не должен. Женя приехал в ужасную историю и сказал, ну, этого я никогда не ожидал. Ведь не случайно же, понимаете, какое дело. Я не хочу Жене сейчас правильно в общем ставить этот вопрос, но ведь Женя когда-то его сглазал комсомольской организацией союза. А потом, так сказать, это не понравилось. И что он, безусловно, ничем партии с партийным билетом, но что он настоящий коммунист в смысле своего отношения к стране. Конечно, и по стихам видно. Понимаете, этого никто у него отнять не может. Если бы коммунистом не был я, то в эту ночь я стал бы коммунистом. Понимаете, какое дело? Это очень важно, потому что у него есть, ну, какое-то, так сказать, моральное начало такое, что оно не может ему позволить не выступать. Смотрите, сколько он защищает людей таких. Ведь это же невозможно. Ведь вот даже я и другой раз, вот я сейчас сижу в киоске, ко мне же бесконечно приходит народ. Я мало того, что какие-то рукописи. Я передаю ему, хотя я понимаю, что ему этого нет. И мы иногда просматриваем здесь с дочкой что-то, и когда это явно совершенно не то, то мы просим ему просто ответить, что действительно это не то. И ведь он не один раз не поступился тем, что он не заметил, есть ли это что-то хорошо. Понимаете, что он всегда поддерживает того, кто может что-то сделать. А вот скажите, Вера Малановна, а вот у него был конфликт с комсомолом, с Павловым, что ли? Как это все происходило? Так довольно неясно для меня это было. Они же ездили на фестиваль в фиксинге. Ну вот да, там, где «Сопливый фашизм», он написал вот это все. А потом приехали сюда. Ну вот он же увидел, как себя вел Павлов все. А Евгений был вечер, посвященный Есенину, в этом самом. И его вел, что ли, Павлов, я не знаю, я так точно сейчас не помню. Женя может вам подсказать это как, если вы его спросите дополнительно. Спрошу кому? Да, вот. И во всех случаях, когда дали слово «Жизнь», он прочел Есенину, все, а потом он прочел про комсомол. Стихозарение, что за тот самый азберян. Чтоб за таким комсомолом, я бы не побежал. Понимаете? Он резко выступил. Причем, надо сказать, что он всегда, никогда не боится, если он в этом убежден, у него твердое убеждение, он никогда не боится. У него нет страха за то, что он от этого пострадает. Понимаете, какой-то. Он в этом отношении бесстрашный человек. То есть он никогда не думает о том, что… А что будет с ним потом? Что его за это могут вообще… Вот этого у него никогда не было, и я, в общем, во всяком случае, за это радуюсь. Что он в этом отношении, конечно. Другой вопрос, что, безусловно, он с ней… Ну, много вещей таких, которых он не может. Он, например, вот тут приходит ко мне уже несколько дней подряд, с просьбой того, что вот там дети в очень тяжелом положении, что они надеются только, может, что Джуна им поможет, что ваш сын с ней знаком. Пусть хоть скажет, как с ней все поможет. Может, я им говорю, давай. Во-первых, если вы меня спросите, то я знаю, что Джуна детям не может помочь, потому что уже у самого маленький ребенок один больной, и пытались, так сказать, ее привлечь к этому. Из-за этого ничего не получилось. С детьми не проходит, потому что те биотоки, которые напорчатся, может, они годятся для взрослого, для детей нет. Во-вторых, я вам сочувствую, потому что я знаю, как мы восстанавливали Тошу. Да. И как, понимаете, если мы не довели его до конца здесь, но к этому было очень много сделано усилий. И моя дочка вместе с Джаном в больнице лежала. И как вторая мать за ним ухаживала, и мы ему делали все, и Джан делал. Вы понимаете, какое дело? Есть какие-то заболевания, которые там… Да, безусловно. Вот сейчас Джан пишет мне относительно то, что там сейчас хорошо, что вот она рада, что она все-таки решилась вернуться туда и ради Тоши, потому что у нас лечить этого не надо. Ну, может быть, все мне могут. Конечно, там специалисты в каких-то отраслях значат на лучше нас все. Но, понимаете, с другой стороны, я знаю, вот как сейчас дети, и она сама даже разговаривала, она сказала, как дети хотят домой. Они просятся в Советский Союз. Вот мы их ждали, что они приедут летом, но отложилось, может быть, зимой они приедут. И я, что, говорит, вы себе представить не можете. Что пришлите нам книжки на русском языке, чтобы Сашка не забыла русский язык. Да, да. Он еще такой же подвижный вообще, у него как будто все переселилось за двоих. Нет, он копия Жени. Вот Саша – это Женька. Сашка – это Женька. Он и так, и сейчас, он на него так похож. Фотографии такие она нам прислала. Все фотографии про того и про другого. И что очень хорошо поддается сейчас лечению. Потому что, слава Богу, я буду очень рада. Конечно, тому сейчас труднее, чем Сашке, потому что он на русском языке плохо разговаривает. А сейчас он переводится на английский. Он может и забыть совсем русский. Лёля звонила ему, поздравила его с днем рождения. Он говорит, нет, ты знаешь, что ты, когда ты уже приедешь к нам, он говорит, к моей дочке. Она говорит, так я вас ждем к себе. Да, обязательно, обязательно. А ты, конечно, меня поцелуй так, чтобы я слышу, что ты меня целуешь. Понимаете, как он хочет сюда? Да. Понимаете, как он делает? Это все ведь сложно. Это все очень сложно. И потом, конечно, все же семейные миориальцы, они ведь тоже могут не отразиться. Нужно сказать, и в него творчестве. И на том, что происходит. И во всем он не так что-то делает иногда. Понимаете? Но остановить ведь тоже невозможно. И не знаешь, что лучше, что хуже. Так что иногда приходится становиться на линии ждать. То есть мы ему советуем, говорим. Вот он с нами не соглашается. И делать он значит. Тогда мы отходим в сторону и как-то смотрим, а куда пойдет это дальше. И если вы хотите сказать, он очень одинок. Он очень одинок. И нам в этом отношении очень жаль. Потому что все это метание, это все пустота. Конечно, он делает сейчас, как он говорит, последнюю попытку. Но если вы меня спросите, я думаю, что это не последняя попытка. И это не попытка вообще. Потому что человек, который находится сейчас рядом с ним, он… Но он привозил ко мне на день рождения. Я видел ее один раз. То есть два раза я видел еще. Да. Ну понимаете, какое дело. Вот не только внешние какие-то качества, предлеты, еще душевные, человеческие. У меня такое ощущение, что мы с ней слушаем. Угу. Угу. Что она совершенно не тот человек, который… Ему нужна не просто женщина, жена, так сказать. Человек, который бы жил его заботами сейчас, его… И этому уделял… Может быть, так сказать, чем-то жертвовал собой для того, чтобы он жил в каких-то других условиях. Он в этом отношении, он очень… Потому что вот мы даже знаем, когда он иногда приезжает к нам без нее, и он как бы отдыхает у нас здесь, что он… Угу. 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 И еще раз… А нет. Да приходите… Потому что оказалось, что вы больше можете мне помочь, чем я даже думал. Угу. Потому что да, вникаете во многое. А вот Петя. Вот когда появился Петя… Когда появился Петя. И что… Это… Как появился Петя. Да, вот интересно. Вот сейчас все вам расскажу, я сделаю всё так. Потому что тут произошла следующая вещь – моя дочка, она, значит, поступила учиться и когда ушло так, что, в общем, она сошлась с одним – теперь уже заслуженным артистом Республики, еле начали работать в театре, я смотрела, не будучи студентами, она, у неё на год старше была, тоже в Щепкинском училище, в общем, они сошлись и, значит, он пришёл к нам дома, дома учёт. Значит, у меня ещё появился один нахлебник, как я говорю, в то время, потому что по-другому я не могу сказать, что дюрость стипендий не получала, а я, значит, всё это пришлось на мои… Он был способный человек, безусловно, и вообще был неплохой уже, всё хорошо было. И во время, значит, в последний дипломный год уже не Валерки, Валерка уже закончилась, выступила в театре в Ермутово, а Лёля ещё занималась. Я заболела туберкулезом. Жене не было в Москве, мне пришлось самой добывать себе путёвку в санаторию ЦК, а четвёртого управления Кремля. Я доставала через ЦК партии. Там стал работать в аппарате такой кухарский, который работал у нас в министерстве. Который замминистр. Да, я знаю его. Я его узнала очень давно, я ему позвонила и сказала, что со мной случилась беда. Неожиданно у меня обнаружили туберкулез. И сказали, что меня начали лечить в том диспансере, я стала расползаться, а я гипертоник, у меня очень высокое давление, и мне нельзя этого делать. И я добилась через одного знакомого врача, который был когда-то в врачебной, с Заварухи, которая была, когда их арестовали. Он меня познакомил с самым лучшим фатезиатром Москвы, рабочим такой был. Я когда-то к нему пришла, он сказал, что, вы знаете что, скажите в диспансере, что лекарство, которое они вам дают, я запрещаю вам пить этот раз. Во-вторых, скажите вашему сыну, чтобы он обязательно достал через четвертое управление Кремлявым путевку в Кубинку. Туберкулезный санаторий, четвертое управление, в котором вас вылечит. Там было сделать вам все, что нужно. Я говорю, так его нет, а он уехал в Италию. Он говорит, ну не знаю, ищите какие-то ходы. Вот я позвонила Кухарцеву и говорю, Василию Феодоровичу положение у меня критическое. Они мне знали по работе в филармонии, я достаточно была хорошим работником, чтобы они все знали. Я занимался детской работой по существу Советского Союза. Я говорю, что я вас прошу, помогите мне. Он мне позвонил через два дня, говорит, приезжайте за путевку. Я говорю, знаете, вот скажите ЦК, что с отцом мы поступили так, потому что я иду на крайности. Я ничего не получила после реабилитации, ничего. Я хочу, чтобы они мне помогли в этом. Дайте мне восстановить здоровье, вы что, смеетесь? И в общем мне дали эту путевку. Я поехала туда. А ребята остались и дома. И вот Вадим прекрасный день я звонил домой. Никто не отвечает. Ну, в общем, мне позвонили и сказали, что дочка твоя больница лежит. Я говорю, как больница? Не могу понять, в чем дело. Не знаю. Я тогда выпрашиваюсь в санаторий у врача, лечащего, чтобы утром, то есть завтрак, я поеду в Москву. К вечеру я вернусь. У меня что-то с дочкой, я не знаю, на попах. В общем, меня отпускают, потому что мой лечащий врач была сестра Иисавиной. И она поверила мне, говорит, я вас отпущу. Вот я приезжаю домой, ничего. Вхожу домой, дочки нет, она неизвестная. Я открываю шкаф, гардероб и вижу, что вещей Валерки нет никаких. Значит, я соображаю, что он выкину фортель. Я звоню тогда нашим. И мне Галя говорит, я просто уже, ты не знаешь, что случилось с Лёлей, где она? Я говорю, я ей могу дойти. Она мне говорит, она сидит у нас, приезжайте к нам сейчас. Я приезжаю туда и выясняю, что моя ночь уже беременна, что он ее бросил. Но когда я сказала, она ее бросила. И что? Вот сидит у нас моя по этому поводу беседность. Я приехала туда, начали говорить. Ну, я говорю, что у тебя положение очень сложное, Лёля. Понимаешь, ты кончаешь, для тебя сейчас пойдет распределение. Ну, какой театр беременна женщина возьмет к себе сейчас? Никто не возьмет? Значит, ты будешь что? Что ждать? А через год она выясняется. А тогда Женька вступился и сказал, ну… А он приехал уже? Да. А они уже были здесь. Ну, что? Ну, с них может произойти такая вещь, как и было. Без меня сделала аборт и сказали, что у нее больше детей не будет. Зачем же ты ее лишаешь? Нет. Давай мы с тобой так договоримся. Я буду помогать воспитывать эту девочку. Или девочку, или мальчика, который родится. Этого ребенка. А пусть она тогда, после того, как она получит диплом, надо какое-то время, два года посидеть дома. А потом отдадим девочкам в детские учреждения. Так и произошло. Ну, Галена Семеновна – умная женщина. Они прожили 17 лет, я ничего не могу о них сказать. Она все-таки ей подсказали, моя одна хорошая подружка, что, знаешь, это дело может кончиться так, что вдруг возникнет и когда ее удочеревит эту девочку тогда, как будешь выглядеть ты. Ты должна думать о том, чтобы себя не обеспечить. Тем более, что Женя уже намного старше в возрасте. И так и получилось. И ровно через год она царая ребенка. В детских яслих, маленькая, совсем малюсенькая Петька. И вот Петька, значит, так появился Петь у нас. Опять ему все очень хорошо относимся. Он сейчас в армии, вот осенью придет из армии. Но он очень, конечно, переживал. После этого было, наверное, ему лет десять, что ли, когда они расстались с Галей. Ну, во всяком случае, она нам запретилась навстречаться совершенно. И сказала мне, что я вас прошу этого нет. Я говорю, хорошо, только я тебе утверждаю, что как только он вырастет, он к нам придет обязательно, Петь. Потому что он знает, что мы его любим, он очень любит мою дочку. А дочка очень хотела мальчика. У нас у нее девочка. И, понимаете, она всю свою любовь. И она жила над Петькой. Над Петькой занималась больше, чем Машка. Своей дочкой. И поэтому, понимаете, она вот и Жениных этих двух мальчишек, она обожает. И поэтому, понимаете, так вот произошло. И действительно. Ну, правда, еще не так произошло, что уже совсем потом. Но все-таки стал появляться Петь у Жени. И так ко мне. Но мы не встречались с Петей. Когда Пете полностью 18 лет, Женя и Гали, ну, то есть моя Люля поехала туда на день прождения. И приехал ко мне Женька и говорит, ну, это значит, ну, давай все-таки неудобно. Мы поедем со мной вместе в Петьке надеть. Потому что я не насовершеннолетие. А вышло так, что я, значит, думала, чего подарить им, чего подарить. И говорю, Люля, ты знаешь, я съезжу в тот дом, там сберка с кассой есть. Я открою ему, ну, камешку с неревертой парой, ну, не в 100 рублей. Вот пусть это его был в текке какой-то. Захочет, так пусть он этим деньгами распоряжается. Ну, будет такой подарок, что у него все есть. Чего я ему буду дарить? Ну, вот, когда мы с Женей приехали, во-первых, Галька очень обрадовалась и сказала, что она прям даже не ожидала, что самый большой подарок, то, что я приехала. Это раз. И во-вторых, когда я Петь сказала, вот, Петь, я тебе дарю эту книжку, ты, так сказать, развиваешься как очно, так вот это тебе на твой черный день, когда у тебя придет. Ну, в общем, с тех пор у нас отношения с Галиной Семеновной очень наладились. И мы сейчас очень-очень дружно живем. И она к нам приходит. Причем я даже как-то посмеялась и сказала, я говорю, ведь Машка наша, ведь это благодаря вам, вы должны ей тоже понимать, окажется какой-то. Ну, она говорит тебе, Женьки, и она вообще появилась на свет. И, слава Богу, девочка очень хорошая, и вы очень должны быть довольны, что у вас такая, так сказать, подопечная. Ну, вот так появилась Петь. Ну, Петя не очень хорошо учился, но он был в художественной школе, он рисует хорошо, у него очень хорошие вообще руки. Но он, конечно, всем тем, что его так отдалили от отца и все, он был очень такой мрачный. И вообще, когда он приходил к нам, то он всегда рассмотрел что-то на полу никогда не разговаривал вот так. Я ему все говорю, Петя, ну что ты такой был? Ты же живешь с людьми, ты обязательно должен с ними общаться. И потом Маша его там со своими подругами свела как-то так. А нет, понимаете, уже какой-то расширился круг. Даже сейчас он из Армии приезжает и, допустим, идет там, позвонит там Кате Крымкиной, идет с ней вместе куда-то в музей или все. И они вместе ходят на концерты и все. Так что, понимаете, уже какое-то общение. Сейчас Армия, и потом и Гарин немножко, конечно, это виноват. Он так был как-то немножко, мне кажется, даже немножко антисоветский настроенный такой вообще парень. Сейчас вот все у него Армия разбила. Вот он счет не дождется. Сейчас пристал целый такой рисунок, нарисовал. Сто дней ему осталось, значит, как эти сто дней будут уменьшаться. Вот. С Армией тоже было, потому что его вообще не должны были взять в армию, так как он единственный работоспособный человек. Мы его до Армии решили, уговорили поступить на работу. Он поступил в Мосфильную декоративную цепь, художникам там работал. И, понимаете, там были очень довольны все, потому что он способный мальчик. Но все равно надо, видите, вот сейчас просто того, а учиться так не важно в школе, кроме рисунка. Ну, понимаете, какое дело? У него были какие-то и рисунки такие абстрактные. А сейчас он делает всякие там такие, по-моему, такие замечательные вещи в своей части. Сначала его послали вообще, черт знает, в Тулу за месяц раньше его призвали. И вообще, потому что был разговор, чтобы его как-то пристроить здесь, в Театре Советской. Ну да. Чтобы туда, чтобы он к театру порисовал, там что-нибудь хотел. Понимаете, так его приводит к тому, что его интересует какая-то специальность. Но это ничего не получилось, и второй военкоманд вместо этого заслал его сначала в Тулу, в жуткую команду, где все эти правонарушители еле-еле был оттуда. Вызвали лед, он сейчас под новым ярославцем в армии. Но он уже заканчивает, он остался до осени, а осень уже придет домой. Сейчас он совершенно другой, он очень изменился. И вообще хороший парень. Мы очень довольны. Вот появление. Конечно, Петя Галю спас от всего. Потому что, не говоря о том, что вообще ей большой алимент, она заняла уже на этими знаниями. А потом она, когда раздавалась, же не судилась с ним бесконечно. Так что он ей оставил такое количество. Можно, давай, машину оставила, и гараж оставила, и квартиру 100 метров оставила. Все оставила, ничего не с дома не взяла, кроме книги, она не хотела все отдать. Ну, во всяком случае, она его хорошо сделала. И вот считайте, что сейчас, значит, в 12-13 лет она живет и не работает. Никогда в жизни не работала ни одного дня. И купила себе дачу в Прибалтике вот туда ездить. Ну, так что, понимаете, Женя ее обеспечила. А когда вот сейчас кончились алименты, я так Женьке говорил, «Ну, теперь, слава бог, ты будешь алименты не будешь платить». Потому что он сначала так боялся, что он был ей платить по 500 рублей. Когда я узнала, я говорю, «Ты что, с ума сошла? А еще у тебя книги-бутылка? Где ты 500 рублей возьмешь?» Она же тебя разделала, тогда все, сняла с книжек. У нее ничего не было, просто ноль был на книжке. А потом, когда судила, судила, закончилось, что суд установил только 360 рублей по один день. Ну, 360 рублей того, что она была одета, обута в бриллианты и все, чего только у нее не было. Вот она столько лет живется и бедная. Вот. А я ему говорю, «Теперь ты не будешь платить, тебе полегче». А он говорит, «Ну, конечно, я не буду платить, а на что же она жить будет?» Я говорю, «Будная жизнь, когда платить, я не возражаю». Лично, слава Богу, что я работаю и мы сами живем на свои деньги. Владимир Малов, спасибо Вам, пока что. Ну, все, что я. Пока что, да. Теперь, если что-то, так сказать, пожалуйста, приходите, я с удовольствием с вами.